Хэй-хэй-хэй, подпишитесь на мой канал, и будет вам дружба-магия. Приветствую, моя зелёная банда, с вами Флаттер, и мы сегодня будем смотреть Церк Уродов, пони-страшилку. Давненько у нас не было пони-страшилок на самом деле, и давайте-ка сделаем реакцию. Сейчас мне стало ещё страшнее, придумали же такое. Когда я зашёл, кругом было темно, но представление уже началось. Я бы пытался хоть как-то разглядеть, где я должен сесть. Хорошо, хоть были прожекторы, которые были направлены на артистов. Ага, 6 вместо 13. Я нашёл шестой ряд, бы пытался пролезть к своему сиденью. Проходя мимо зрителей, мне показалось очень странным то, что они не двигаются. Ну, может, мне это показалось, не знаю, но сев я заметил, что со мной рядом сидит девушка, я спросил у неё. Давно началось? Не знаю, я сама только что пришла. Хмуро ответила она, не отрывая глаз от выступающих. Я повернул голову на арену, чтобы посмотреть, что она такого увидела. Выступали женщины и мужчины-акробаты, которые выполняли трюки, раскачиваясь на перекладинах. Но тут я заметил что-то странное. О боже. И что же? У них вместо новых руки. What the fuck? Тут мне стало действительно страшно. Вскоре они закончили своё представление и уползли с арены, как человекоподобные пауки. Я просто не мог пошевелиться. Кто это? Нет, что это? Девушка, что сидела рядом, реагировала более спокойно, чем я. Не первый раз такое видят уже. Его вид вызывал у меня рвотные позывы. И по-моему, у моей соседки тоже. Его тело было перекручено, как спирали, с которой торчали кости, порвавшие его бока, живот и спину. Шея болталась снизу, словно она была без костей. У него не было до вас, только две дыры, из которых сочилась кровь. Он стал показывать фокусы, очень жуткие и мерзкие фокусы. Да уж. Затем вышел клоун. Тот самый клоун с афиши. Сейчас, дорогие зрители, мы с вами будем играть. Игроков мы будем выбирать так же, как и всегда. Он достал ящик с бумажками, опустил руку и вытащил листик. Вира Свон. Я заметил, как моя соседка вздрогнула. Это мое имя, заикаясь, произнесла она. Мира Свон, снова выкрикнул клоун. Не заставляй нас ждать. Мира встала. Она мировая стала спускаться по ступенькам и вскоре уже стояла рядом с клоуном. Ведущий снова опустил руку и вытащил бумажку. Джош Раквием. Глаз, господи, боже, нет, это мое имя. Но откуда он знает его? Джош Раквием. Я сидел неподвижно. Джош Раквием. Не заставляй нас ждать. Выходи, потребовал он. Я встал и медленно спустился к арене. Мне было страшно. Шаг. Этот клоун становится ближе. Еще шаг. Еще. Вот я стою рядом с ним и смотрю в его злые налитые кровью глаза. Ну что же, раз наши игроки тут, то я объясню вам правила. Итак, правила игры просты. Я задаю вам вопрос, а вы должны на них отвечать. Неверный ответ. Я отрезаю одну часть тела. Верный ответ. Верный ответ. Я пришиваю часть тела. Но для начала мы вколем вам мини-бонус. С его помощью вы сможете жить, даже если вам вырежут сердце. Это невозможно, господи. Что происходит? Что происходит? Капец. Мне было жутко, но я стал думать. Если он пришел на похороны матери, значит он был знаком с этой семьей. Возможно, она хотела увидеть его еще раз. Клоун улыбнулся. Джош, вы ответили верно. Боже. Слава богу, неужели? Да. Мира? Клоун повернулся к ней со зловещей улыбкой. Я должен отрезать вам одну часть тела. Пожалуй, отрежу вам руку. Он достал топор, подошел к Мире и опять улыбнулся. Клоун замахнулся. Нет, я не могу это смотреть. О, шит. Я закрыл глаза и услышал только звук лезвия, которое отрезало руку. Затем послышался глухой стук и затем душераздирающий крик Миры. Я не решался открыть глаза, пока не услышал свое имя. Джош, по правилам за ваш правильный ответ, я должен пришить вам руку. Что? Что? Что он сейчас сказал? Нет, не может быть. Клоун взял иголку, толстую черную нить. Он подобрал руку Миры и подошел ко мне. Хм, куда бы ее пришить? Джош, скажите, у вас есть ланд? Неожиданно задал он мне вопрос. Есть. Тихим голосом ответил я. Я занимаюсь гимнастикой. Гимнастикой? Хм, значит сюда. Он подошел ко мне сзади и начал пришивать на затылок руку. Через некоторое время рука Миры стала моей, только на затылке. Итак, второй вопрос. Ходит Иуда с золотым блюдом, берет ягодки зрелые и незрелые и кладет на одно блюдо. Ваше предложение, Мира? Это же... Смерть, заикаясь, произнесла она. Джош, а как вы думаете? Я не знаю, что это не знаю. Может это мошенник? Разве у него не было только что на затылке? Я не знаю, что она тебе дала Мира. Видимо, потеря руки заставила работать мозг девушки лучше. Ха-ха-ха. Ах да, Мира, а чем вы увлекаетесь? Есть талант? Спросил ее Клоун. Да, я на гитаре играю в группе. Ммм, печально. С одной рукой не сможет она поиграть. Я заберу у вас уши. Клоун подошел ко мне, в руках его блестели ножницы. Холодная сталь пронзает мое ухо. Я кричу от боли, я чувствую, как кровь течет по моей щеке. Опять боль, снова крик, теперь я чувствую кровь на другой стороне лица. Мира, я пришью их вам вместо глаз, улыбнулся он. Вместо глаз? Вместо глаз у девушки появились уши. Клоун засмеялся. Итак, на протяжении долгого времени продолжались вопросы. Вскоре почти все части тела Мира были на мне. Из остатков он создал... Итак, прошу прощения, у меня вырубили свет, из-за чего запись прервалась. И я, к счастью своему, смог это все сохранить. И все равно реакция на это выйдет. Что ж, продолжаем. Из остатков он создал лилипута. Уродливого лилипута, который играл на гитаре. А я теперь гимнаст в этом цирке. Выступаю и пугаю женщин, мужчин и даже детей с их родителями. И почти каждый день я наблюдаю за тем, как этот клоун создает новых уродов для своего цирка. Да уж. Чем бы... Почему он не может себя сделать уродом? Серьезно. Это... Это самое, наверное, жуткое вообще пони-страшелка, на которую мы делали реакцию. Вот я на полном серьезе. Самое жуткое. И она, кстати, именно пони-страшелка вышла 6-го числа. То есть сегодня, когда я выпущу эту реакцию. Ну что ж. Вы пока что ждите реакшн на это. С вами был Флаттер. Я надеюсь, я все нормально смогу смонтировать. Удачи вам. Берегись себя. Субтитры сделал DimaTorzok